Здравствуйте, мои дорогие девочки! Сегодня опять девочки собираются у экрана, потому что будем говорить о женщинах-близнецах. Всех приветствую на канале Айрония. Продолжаем о характерах по знакам зодиака. Опять повторяюсь для тех, кто только недавно присоединился, что это мое хобби. Я никакой не астролог. Я просто внимательно наблюдаю за людьми. И сегодня мы говорим о женщинах-близнецах, как уже было сказано. Относитесь к видео без предвзятостей. Вспомните себя, если вы близнецы, или каких-то своих родных, знакомых, и просто сравните. Поехали, значит. Первое, я сделала заметки, буду подсмотреть. Первое, что приходит в голову, это коммуникабельность. У них и у мужчин, и у женщин, близнецов, просто удивительная способность впитывать в себя много информации. Даже слово впитывать неправильно в данном случае. Наверное, правильнее будет сказать, что они могут сохранить в себе просто тонны информации до определенного момента. Цитат, стихов. У них очень подвешен язык в хорошем смысле этого слова. Они могут фехтовать этими знаниями в свою пользу, чтобы произвести просто неизгладимое впечатление на компанию. Возможно, потом нужная сейчас записанная информация в мозг им вообще никогда не пригодится. Но свое дело она уже сделает вот в эту именно минуту славы, так сказать. Кстати сказать, мужчины пользуются популярностью у женщин именно по этой причине. Они и на своем языке умеют виртуозно выражаться, и очень легко учат чужие языки. В школе им лучше внимательно слушать надо, а не конспектировать урок. Много читают, очень много, и могут даже утомить подругу своими восхищениями книгой или фильмом, или своими рассказами о своих же приключениях. Но с другой стороны, на каком-нибудь дне рождения они могут развлечь самую кислую и скромную публику, прямо расшевелить всех и мотивировать на танцы. Вообще вечеринки – это вот эта сфера близнецов. Какие-то посиделки, компания, шашлык-машлык – вот это вот все их. Концерты, выставки, танцы, активный шоппинг, кстати, спорт – то же самое. Они быстрые, легкие, общительные. Женщины немного невнимательные. Но невнимательность – это от того, что им безразлично. То есть, кто есть кто. Они более поверхностно относятся к людям, чем другие знаки. Им нужен муж со стабильным, спокойным характером. Такого флегматика им нужно найти. Потому что близнецы нестабильны в своем нервном состоянии. И они хотят всего прямо сейчас. Вот им приспичивает все и сразу. И они входят в раж и, например, могут купить полмагазина сразу. Потом понимают, что половина из этого им не нужна. И начинают от нее избавляться. Тому иной очень переменчивое состояние тела. Вот им надо, на мой взгляд, сухое голодание практиковать для устаканивания своего внутреннего состояния. Они, кстати, с мужем идут по жизни рядом, но не вместе. Вот такие отношения, как папа и дочь. Это не зависит от возраста. Это зависит именно от каких отношений у них. То есть ей нужно чувствовать, что муж где-то тут рядом в случае чего. Но чтобы он как бы под ногами не мешался. Но это я образно выражаюсь. Знаете, такая ассоциация, вот когда муж с женой вместе спят в одной постели, но соприкасаются друг к другу только кончиком пальца. То есть, ага, мы тут, но каждый как бы на своей территории и так далее. Это хорошо и удобно. Если такого варианта нет, то брака не будет или будет он очень плохой. Каждый в паре должен заниматься своим делом параллельно, рядом. Спорить с близнецами смогут, наверное, только пара знаков, потому что остальные просто спрыгнут с этого мероприятия. Люди просто не выдержат вот этого близнецового энтузиазма. Очень позитивно настроенные люди, и этим они мне очень симпатичны. Это не значит, что они легкомысленные или безответственные, но они такие вот неунывающие по жизни. Они умеют коммуницировать, их можно пускать первыми на сложнейшие переговоры. Достаточно будет одной встречи и дело в шляпе, потому что они и дипломатичны, и могут договориться. То есть они в дело хорошо вливаются, соображают и устанавливают контакт. Они довольно творческие женщины и тяготеют к физически легким профессиям. Например, какие-то ведущие, может передачи, вот блог, артисты, хореографы в торговле могут работать, потому что чувствуют, с кем надо договориться, и они мастера манипуляции. Они могут сразу на месте сориентироваться, что им делать. Советник директора фирмы, вот я вижу очень хорошо их, как секретарь. Она будет просто незаменима. Хорошие из них копирайтеры и переводчики, и гиды, потому что там надо и двигаться, и говорить много, и лучше всего еще, чтобы менялась график и пространство. Они могут слишком много двигаться, активничать, что-то говорить, и потом они переутомляются. Могут быстро остывать к вещам и хотеть уже новых, только что купив как бы что-то. Чуть поносило, вот уже надоело. И так может скопиться масса ненужного, от которого потом надо как-то избавляться. Они постоянно что-то меняют дома. Какие-то у них дополнения в интерьере, перестановки, даже пусть это будут цветы или новый плед яркого цвета или красивая посуда. Кстати, они редко любят готовить. Можно сказать, что они готовить не особо любят. Или вообще этого не делают. Это делает кто-то другой в семье. Муж, например. И с детьми она с ними успевает покоммуницировать, с одной стороны, потому что она делает это быстро. И свои дела и интересы тоже не забудет. И это не тот вариант, что мать может быть только матерью. И в этом ее все предназначение. Абсолютно не так. Они могут тарахтеть безумолку. Если собеседник по натуре молчалив, он умрет минут через 10. У нее прыгают мысли, как кузнечики, как, кстати, и у меня. Мне это понятно и близко, но далеко не каждый выдержит вот эту скорость передвижения мысли. Близнецы-девочки, даже с морщинами и с неидеальной внешностью, выглядят всегда и всю жизнь моложаво. Они всегда в тренде, в курсе всех модных ношкостей. Удивительно, но почти все близнецы носят носить каблуки или высокую платформу. Это феномен, но... Феномен, да? Феномен, правильно. Но это так. Значит, какая у меня ассоциация с женщиной-близнецом? Близнец, как юркая мартышка. Вот сидит она перед вами, хорошенькая такая, скромно скрестив ножки на веточке. Пока вы отвернетесь, восхищенно улыбаясь за камерой, чтобы ее снять, да? То вы обнаружите, что ветка уже пустая, она уже гуляет в другом месте, в чужих очках. А когда моргнете глазом, она уже будет сидеть рядом и жевать банан. У меня просто спонтанная как бы ассоциация именно с маленькой обезьянкой, потому что она быстрая, а не потому что, а то напишите там какие-нибудь мне, почему обезьяны и так далее. Совершенно неважно. Просто она настолько юркая, поэтому она мне всплыла прям очень ярко в голове. Вы никогда не предугадаете, где вы с ней встретитесь и как она может себя вести. Но тем не менее, вы будете, не отрывая глаз, долгое время любоваться ее поведением и грацией. Вот так я вас вижу, девочки, близняшки. Пишите, так ли это, если вы сама близнец, или кто-то у вас в семье близнец, или может подруга. Так что будет очень интересно услышать ваш отзыв о вашем характере. С вами была Наташа. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok